В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город. Новости по Выборгске». В студии Галина Давыдова. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Водный баланс. В поселке Цвелодубово заработала модульная станция водоочистки. Не только права, но и обязанности. Выборгским подросткам в торжественной обстановке вручили паспорта. Не было и минуты без страха. Такие воспоминания о блокадных днях хранит в памяти очевидец Юрий Стефанцов. Одиночество в браке. Артисты Святой Крепости раскрыли эту тему в своем новом спектакле. Обо всем по порядку в ближайшие 30 минут. Более 150 инфраструктурных объектов планирует восстановить Ленинградская область в Янакиеве в 2023 году. Это подшефный город региона в Донецкой Народной Республике. Из федерального бюджета будет выделено свыше 1,3 млрд рублей. Еще 750 млрд добавит региональная казна. Перечень работ утвердил губернатор Александр Дрозденко. Это ремонт школ, дорог, сети освещения, установка новых модульных очистных сооружений, замена аварийных участков коммунальных сетей, кровель в многоквартирных домах и многое другое. Напомним, в минувшем году область восстановила 75 инфраструктурных объектов. Кроме того, на территорию ДНР было направлено более 850 тонн гуманитарной помощи, транспорт и техника. Полторы тысячи жителей поселка Цвелодубово теперь обеспечены чистой питьевой водой. Сегодня здесь официально открыли модульную станцию очистки. Ее работа целиком автоматизирована и настраивается индивидуально под химический состав природной воды. Татьяна Анкудович увидела все своими глазами. 300 кубометров в сутки. Именно такой объем чистой воды вырабатывает новая модульная станция в поселке Цвелодубово – Рощинского городского поселения. До сих пор здесь была только скважина, и качество живительной влаги оставляло желать лучшего. Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов и руководитель Леноблводоканала Сергей Морозов приехали оценить результат работ. Это большая часть поселка, и маленькую часть поселка мы обещаем и сделаем в этом году, либо в начале следующего года поставим. Станция на 300 кубов в сутки полностью обеспечивает нашу большую часть поселка. Жители уже убедились в качестве воды. Работа станции целиком автоматизирована и настраивается индивидуально под химический состав природной воды. Она проходит многоступенчатую систему очистки, в том числе ультрафиолетом. Станция трехступенчатая. Первая ступень в сегодняшний день – фильтра, 4 фильтра, которые чистят железо. Вторая ступень – это которая чистит марганец. И обратный оспус – это очистка фторидов, порвовная вода. Два резервуара по 6 кубов – это уже чистой воды, которые идут через них на поселок. Оборудование станции белорусского производства. Прогнозируемый срок эксплуатации составляет не менее 30 лет. Качество воды Сергей Морозов и Валерий Савинов по уже сложившейся традиции решили проверить на месте. Чистая, свежая. Это уже далеко не первая подобная станция. Предыдущая была построена летом прошлого года в поселке Глебычево. Всего в регионе Леноблводоканал запустил их более 30. Сегодня мы видим объект, который соответствует всем стандартам и нормам, необходимым для работы. Обеспечение бесперебойного водоснабжения. От лица жителей Савлодобова, Лубрского района, мы выражаем благодарность коллективу, который принимал непосредственно часть обязательства Леноблводоканал. К слову, в течение трех лет Леноблводоканал планирует ввести в эксплуатацию 108 станций очистки питьевой воды и 31 станцию очистки сточных вод. Предполагается, что все они будут модульного типа, поскольку, по словам специалистов, подобное техническое решение полностью себя оправдывает. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». 11 новых цифровых сервисов появятся на портале государственных услуг Ленинградской области. Уже в этом году с помощью платформы можно будет организовать отдых детей на каникулах, получить выписку о праве на земельный участок, встать на учет на предоставление земельного участка для ИЖС, заявить о праве получения социального обслуживания. Уже сейчас жители региона могут получить 284 региональные и муниципальные услуги в электронном виде. Самыми популярными из них стали выдача разрешений на охоту, запись в школу и детский сад. Шаг во взрослую жизнь. В новом году в Выборгском районе продолжается традиция вручения первых паспортов в торжественной обстановке. На церемонии побывали наши корреспонденты. Полноправными гражданами России стали еще пять юных жителей Выборгского района. В выставочном зале город воинской славы состоялась ставшая уже традиционной церемония вручения паспортов подросткам, отметившим 14-летие. Детей и их родителей с важным событием поздравили представители депутатского корпуса и Дома молодежи. Депутат городского совета Елена Журинская напомнила ребятам, что паспорт не только подтверждает права гражданина, но и ко многому обязывает. Сегодня Вы получаете документ, который обязывает Вас соблюдать закон, единый закон для всех и быть в правовом поле полноценным, грамотным гражданином. Поэтому важное торжественное мероприятие одновременно и очень ответственное. Вместе с паспортом каждому подростку вручили экземпляр Конституции Российской Федерации и обложку для документа. Церемония получилась очень торжественной и трогательной. Сегодня в этот торжественный день я получил свой первый паспорт. Было волнительно, но и в то же время было очень впечатляюще. Моя жизнь уже есть, цель это стать педиатром, врачом хорошим. Так как там очень все интересно, биологию надо изучать, физику и другие уроки. Мне просто очень нравится лечить людей, им помогать. Шквал эмоций, конечно, испытала, потому что это и гордость, и счастье. Вся моя жизнь в нем, поэтому его эмоции сегодня это мои эмоции. Также и волнение, и радость, и какие-то мысли. Всегда гордилась страной, в которой я родилась, и живу. И сыну тоже привили это чувство с детства патриотизма. Поэтому, конечно, эмоций очень много. Мы счастливы. Главное, чтобы он нашел свое место в жизни, был достоин своей страны, своей семьи. Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо заявить об этом при подаче пакета документов через УФМС. Вероника Когут, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Криминальная хроника. По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший первый заместитель председателя контрольного комитета губернатора Ленинградской области. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что бывший первый заместитель председателя контрольного комитета губернатора Ленинградской области в период с сентября 2014 года по март 2015 года, занимая должность первого заместителя председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом, совершил противоправные действия в пользу представителей коммерческих организаций при приобретении ими права собственности на земельные участки, расположенные в Ленинградской области, минуя процедуру торгов и по заниженной стоимости, получил от представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму не менее 3 миллионов рублей. По предварительным данным, в результате манипуляции чиновника представители коммерческих организаций получили в пользование земельной участки общей площадью 500 гектаров, стоимостью около 300 миллионов рублей. Подозреваемый задержан, следователи устанавливают другие возможные эпизоды его преступной деятельности и иных причастных лиц. Список услуг Центра МАИ и документы вновь расширился. Вездеходы, снегоходы, квадроциклы, тракторы теперь можно зарегистрировать в МФЦ. А кроме того, внести изменения в регистрационные данные и получить справку о совершенных действиях, снять транспорт с учета и сделать дубликаты документов. Услуга доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. После оформления заявки документы направляются на проверку в Гостехнадзор. Срок оказания услуги – 10 дней с момента регистрации заявления о ведомстве. В 2023 году в Выборгском пожарно-спасательном гарнизоне большое внимание уделят вопросам доступности подъезда техники и исправности источников противопожарного водоснабжения. Об этом говорили на совещании, посвященном итогам работы гарнизона в прошлом году и постановке текущих задач. Тему продолжат наши корреспонденты. 576 пожаров было зарегистрировано на территории Выборгского района в 2022 году. 14 человек погибли, 6 пострадали. Удалось спасти из огня более 90 жителей. Кроме того, подразделения Выборгского пожарно-спасательного гарнизона более 40 раз участвовали в аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий ДТП. Проходили совместные учения и тренировки, в том числе с трудовыми коллективами, организацией и предприятий, и школьниками. Продвинулась работа по созданию добровольных пожарных команд. Такое отделение появилось в поселке Коробицыно. Итоги работы за 2022 год озвучил в своем докладе начальник Выборгского пожарно-спасательного гарнизона Игорь Трапезников. Силами и средствами Выборгского местного пожарно-спасательного гарнизона за 20 аргументами потушено 547 пожаров, что на 82% меньше, чем за обычный период прошлого года. 29 пожаров были потушены без участия пожарных подразделений. А именно, силами северо-западного рощинского лесничества. Много внимания уделялось и подрастающему поколению. Пожарная часть проводила для детей и подростков дни открытых дверей и экскурсии. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы раздавали информационные материалы. А в Выборгском техникуме агропромышленного и лесного хозяйства впервые в Ленобласти был открыт курс защиты в чрезвычайных ситуациях. Там готовят будущих спасателей. Начальник гарнизона, подводя итоги, выразил признательность за плодотворное сотрудничество в вопросах обеспечения безопасности людей, районной администрации, руководителям взаимодействующих структур, пожарным добровольцам. В числе задач на 2023 год назвали работу по обеспечению исправности и доступности пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения. Видно взаимодействие с органами местного управления и оперативных служб. Радуюсь, что за этот год произошла подвижка. Намечил динамику, выделяются средства, принятые на баланские пожарные гидранты. В ходе совещания были отмечены основные достижения гарнизона и награждены почетными грамотами, благодарностями, медалями и специальными знаками, отличившиеся сотрудники. Руководители главного управления МЧС Полинобласти отметили профессиональную работу, четкое выполнение поставленных задач. Также прошла церемония присвоения очередных специальных званий. Среди пожарных и спасателей нет случайных людей. Каждый из сидящих в зале влюблен в свою профессию. Дежурные караулы – это вторая семья, получается. На сутки все заступают вместе, все друг друга уважают, уважают руководство и дружно там очень все. Пожарное братство у нас существует. Мне нравится именно в плане того, что приносишь пользу людям, о том, что можешь гордиться своей профессией. На совещании также спасатели предупредили, что выход на лед сейчас опасен. На водоемах региона крайне высока опасность отрыва льдин и провалов. В Выборгском районе запрещен и выход, и выезд на ледовое покрытие. За несоблюдение запретов предусмотрена административная ответственность. Вероника Когут, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». 27 января – важный для ленинградцев день, когда город был полностью освобожден от блокады. Голод и холод, бомбардировки были постоянными спутниками жителей осажденного Ленинграда. Но он выстоял, а истории тех, кто дождался снятия блокады, навсегда останутся в народной памяти. Тяжелое детство, запомнившееся голодом, холодом, бомбежками и смертью близких, было у самых маленьких жителей блокадного Ленинграда. Малыши, школьники, подростки наравне со взрослыми оказались заложниками того страшного времени. Юрию Николаевичу Стефанцову было 8 лет, когда город оказался во вражеском кольце. Он только пошел в первый класс. Помнит, как боялся потерять младшего брата и маму, которая, кстати, выжила только благодаря его поступку. Мать на работу ходила, а потом пришла как-то и говорит, ну, ребята, я завтра не пойду, я не могу. А я в школу пошел, а мне дорогу пересек мальчишка лет 12 с санками, а в санках у него мать лежала. И мне вспомнило, что мать в кровати. Я пошел в школу, директор школы перешел, разорался на меня, жиры пока дают, а там хлебушек маленький. Ну и суп, две крупинки плавают до полкотушины, и то не течень. Я не стал есть, вот он орал, орал, я говорю, я на него, ты че орешь? Ты знаешь, у меня мать не умирает. Я ей надо поддержать, как-то не могу есть. Когда я приду, она в покойник уже будет. А пока мы с ним кричали, пришел какой-то военный. Еще одно он ему сказал, он ушел, среди директора, а он остался стоять. И приносит мне к котелу каши. Курухлый, не пускай. Я обрадовался и побежал домой. Она, наверное, дня три этот котелу ела. И потом встала на работу, пошла. Буквально в полуобморочном состоянии голодные ленинградцы добирались пешком до места работы. Транспорт встал с наступлением холодов. Многие умирали от истощения прямо на рабочем месте, ведь норму хлеба в блокадном Ленинграде снижали пять раз. Маленький Юра с братишкой очень боялись, что однажды мама не вернется домой. Не было и минуты жизни без страха в то время, вспоминает Юрий Николаевич. Самая страшная картина – это рядом бомба разорвалась, видимо, большая, крупная. Так долбанула. Мать на кровати лежала, а мы с братишкой на полу играли. Вот она, вот так, кровать вот точно так же, как... А тут шкаф был. Так долбанула он, от шкафа. Я думал, он упадет на мать. Нет, потом обратно сам. А у нас игрушки тоже туда заходили. Мы до этого бегали в бомбоубежище, потом мать сказала, больше не пойдем, умирать дохлучить себе в квартире. Это, по крайней мере, не страшно. А там засыпет, сколько бомбоубежище засыпало, сколько народу там погибло. Ни за что, ни про что. Несмотря на все лишения, семья выжила. Юру с мамой и братом эвакуировали по дороге жизни. Прошло много лет с того времени, но воспоминания свежи, как будто это было вчера. Свидетельства юных жителей блокадного Ленинграда по-настоящему бесценны. Каждого из них можно считать героем. Марина Чусова, Оксана Семенова, Кирилл Важенин, медиагруппа «Наш город». У вас есть интересные идеи для зимнего путешествия? Тогда участвуйте в конкурсе «Все зимы России». Для этого необходимо зайти в группу Комитета по культуре и туризму Ленинградской области в соцсети ВКонтакте. В комментариях к посту нужно поделиться видами мест, где вы побывали, или рассказать, где можно отведать блюда национальной кухни. Не забудьте поставить указанные хэштеги и упомянуть проект «Туризм и индустрия». Истории принимаются до 12 февраля. Выставка «Мой мир» в библиотеке Альваралта демонстрирует безграничные возможности человека. Здесь представлено около двух десятков рисунков учеников Творческой реабилитационной лаборатории Санкт-Петербургского психоневрологического диспансера. Все работы разноплановые, самобытные, как и их авторы. Но всех объединяют сила духа и победа над своими страхами. Творчество имеет терапевтический эффект. Авторы этих работ, они как раз-таки занимались реабилитацией и с помощью творчества решали свои те или иные задачи и проблемы. Получали какой-то новый опыт, какие-то новые знания и эмоции. Мы очень рады, что у нас получилось сотрудничество. Выставка вызвала большой интерес. Экспозиция «Мой мир» уже выставлялась в городе Тосно. В библиотеке Алта с ней можно будет ознакомиться до 30 января. «Святая крепость» готовит премьеру. Уже 27 января труппа Государственного театра «Драма и кукол» покажет новую работу по пьесе Дамира Салимзянова «Дуры мы дуры». Спектакль поставил режиссер из Ульяновска Владимир Золотарь. На генеральной репетиции побывала наша съемочная группа. Время чудес и надежд в Святой крепости. На сцене Государственного театра «Драма и кукол» разворачивается самая настоящая зимняя сказка для взрослых, объединяющая судьбы трех подруг. Они совершенно разные, но каждой подходит определение «одинокая женщина с мужем». Эту любопытную историю на основе реальных интервью написал драматург, главный режиссер театра города Глазова Дамир Салимзянов. Минувшим летом в Выборге в рамках творческой лаборатории Театра наций эскиз спектакля создал Владимир Золотарь, главный режиссер Ульяновского драматического театра. Экспресс-постановку в театральном кафе тогда приняли на ура. И перенесли ее на большую сцену. А уже 27 января впервые представят публике. Это, наверное, сейчас и есть основная задача. Вдруг эту историю как-то без потерь, а лучше бы с приобретениями, перенести совершенно в другое пространство. Где другой способ взаимодействия со зрителем, где совершенно другая картинка, где другая среда изначально. Потому что, в принципе, ты локации как раз среду некую существования персонажей создаешь. Но, слава Богу, мы работаем с замечательным художником Натальей Зубович Питерской, с которой мы уже довольно много спектаклей сделали вместе. Она, по-моему, очень лихо все это, как бы без потерь, преобразила совершенно вроде в другую картинку, но в которой артистам, например, не так сложно перебираться отсюда туда. Судьбы трех женщин среднего возраста. Их роли блистательно исполняют Галина Басырова, Елена Керзина и заслуженная артистка России Татьяна Тушина. Хитрым образом переплетаются в канун Нового года. В силу обстоятельств они решают встретить праздник вместе. У каждой есть мужчина. Но вместе с тем и не покидает и чувство одиночества. Изначально пьесу, когда прочитала, мне показалось... Ну, я не очень ее как-то приняла, вот с первой читки, да. Мне показалось, ну, какая-то бытовуха, залипуха. А потом, когда начала вчитываться, я думаю, ну, сплошь да рядом. И вот, казалось бы, простая история, да. Вот у каждой женщины там своя судьба. И ведь вот перекликается со многими знакомыми. Опять же, там в своей жизни я тоже могу какие-то эпизоды вспомнить, которые очень даже вот с тем, что на сцене происходит, перекликаются. Пьеса написана простым и понятным каждому из нас языком. Диалоги легко воспринимаются. А в героях спектакля многие зрители узнают себя, друзей или знакомых. И, конечно, эта история подарит веру в чудо. Даже тем, кто не верит в чудеса. Ведь говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет. В спектакле заняты также Дарья Ердякова, Антон Родионов и Вячеслав Леонтьев. Это история, во-первых, о любви. Во-вторых, что надо верить в чудо. Что все, что ты загадываешь, всегда исполнится. И все неожиданности – это как раз и есть чудеса. Все люди взрослые, а все равно вот оставляем же место вот какому-то чуду, да. Что в нашей жизни, ну, должно быть, вот, случаться, мечты сбываться. То, к чему идем, мы должны прийти. Оно случиться должно. Вот если очень верить, очень хотеть, все случится и произойдет. Спектакль «Дуры мы дуры» войдет в постоянный репертуар театра «Святая крепость». Вероника Когут, Валерий Присижнюк, медиагруппа «Наш город». На этом новости «Святой крепости» не заканчиваются. Творческая режиссерская лаборатория оправдала ожидания. В театре драмы и кукол продолжат экспериментировать. По мнению художественного руководителя Юрия Лобецкого, этот современный подход к выбору пьесы приглашенного режиссера дает неожиданно интересные плоды. Мы придумали вот такую схему лабораторий, хотя не наше изобретение. Это после первой лаборатории, которую организовал Театр наций Женя Миронов. И нас пригласили участвовать. И приехали три режиссера и сделали такие. За неделю делается проект. Это, конечно, очень напряженная работа. Артисты, конечно, сходят с ума, потому что надо выучить сфалку текста. А бывают полноценные. Нет, это не отрывочки, это весь спектакль за пять дней нужно сделать. И меня поразило, что вот эта концентрация воли, силы актерской дает результат. И когда после первой лаборатории мы приняли все три проекта, они просуществовали какое-то время, один из них существует до сих пор. Итогом прошлогодней лаборатории, кроме спектакля «Дуры мы дуры», стала постановка по пьесе Жана Пьера Карьера «Терраса», которую зритель тоже вскоре увидит. А из зарисовки детской творческой лаборатории получился спектакль по пьесе советской писательницы Тамары Габбе «Оловянные кольца». Режиссер также признался, что в год, посвященный творчеству Александра Островского, хочет найти и поставить неизбитую пьесу. Он написал их штук 200. Я стал перечитывать, я просто понял, что я, ну, о 50 пьесах я слышал, какие-то из них даже читал, а 150-е даже нас с вами не слышал, потому что он был очень плодовитый драматург. Вот, возможно, найду такую пьесу. А в августе в театре вновь планируется лаборатория. На этот раз для режиссеров детских спектаклей. К новостям спорта. Жители Выборгского района могут принять участие в патриотическом забеге. 54-й марафон пройдет по дороге жизни 29 января. Его посвятят 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Старт будет дан у мемориала «Разорванное кольцо». Маршрут протянется до памятника «Цветок жизни». Также участникам предложат более короткие дистанции на 1, 1,5 и 5 километров. Регистрация на марафон проходит на официальном сайте. На этом все. Напомню, что следить за самыми интересными новостями вместе с нами вы можете в любое время суток. На сайте выборг.тв и в группах Выборг.тв в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова